Екатеринбургский телеграм-блогер, обвиняемый в мошенничестве и вымогательстве денег у предпринимателей за нераспространение порочащих их сведений Александр Устинов, по решению суда взят под стражу и помещен в следственный изолятор на два ближайших месяца. Таким стало решение Верхесецкого районного суда, прозвучавшее в минувшую субботу. Выпускник Академии народного хозяйства при президенте России, основатель целого ряда медиаресурсов, 30-летний Александр Устинов был задержан в минувший четверг в самой роскошной гостинице города Хаят Ридженси Екатеринбург, как ранее сообщалось при попытке получения взятки. Как сообщают журналисты портала 66.ru, присутствовавшие на суде, согласно прозвучавшему обвинению, представитель Артемовского завода промышленных вентиляторов АМЗ «Венпром» Андрей Козловский передал Устинову через курьера 1 миллион 750 тысяч рублей и намеревался передать еще 6 миллионов за удаление из интернета некой компрометирующей предприятии информации, ранее размещенной Устиновым на принадлежащем ему портале «Устав.нет». Сам Устинов считает, что его подставил его соратник и помощник Иван Бесценный. Представителями «Венпром» я никогда не встречался, не общался, готов на личные, на очные ставки, на встречи, ну, ну, понятно, уже понятно тут, никаких переговоров, никаких сумм, я даже не знаю, какая сумма, в итоге была потищена. Недавно на почту, перед тем, как меня отъезжали, мне сообщили цифры 5 миллионов, которые были перед этим Иваном Бесценным. А с Иваном Бесценным после этого у меня состоялся телефонный разговор. В результате чего? Я хотел, чтобы этот телефонный разговор тоже как-то подняли из вас и прячили. Я спросил, ты что, у АМЗ брал деньги за то-то и за то-то? То есть, в принципе, в принципе, то есть, если эти все вещи поднять, становится понятна моя непричастность конкретно к этим всем взаимоотношениям с АМЗ «Венпром». В общем, у меня есть подозрение, что мне пытались получить деньги на личные. Когда, видимо, это не произошло, ну, меня просто приняли уже в 4 часа, как вот просто, ну, что когда-то совершил там. Защитник Устинова в суде ходатайствовал об освобождении Александра под залог в 1 миллион рублей или о домашнем аресте. Однако сторона обвинения настаивала на заключении под стражу, утверждая, что обвиняемый не женат, не имеет детей, не проживает по месту регистрации и склонен к противоправной деятельности, свидетельством чему многочисленные административные штрафы за нарушение ПДД. А также мотивируя свое ходатайство тем, что Устинов во время задержания пытался сбежать, а в ходе обыска, проведенного по месту его жительства, пытался уничтожить улики, а именно положил в рот и старался разгрызть флеш-карту с информацией, интересующей следствия. Информагентство «Ура.РУ» со ссылкой на свой источник также сообщает, что Устинов сломал палец полицейскому, пытавшемуся пресечь его противоправные действия. По поводу проникновения в квартиру. Меня туда привели в квартиру и возникает вопрос, как же так вышло, что я в группе из пяти людей, что зафиксированы на камеру, сумел их всех отбить и проникнуть в квартиру и загрызть флешку. И более того, понятые в квартиру уже вошли в тот момент, когда я лежал на кровати с колонными ручниками. Любопытно, что ни следствия, ни СМИ не называют, какой именно информацией Устинов шантажировал предпринимателей. В последнее время наибольшей популярностью пользовались два принадлежащих ему аккаунта в мессенджере «Телеграм». Это каналы «Устинов троллит» и «Дип дубернатора». Но судя по тем утечкам и значатого расследования, что попадают в СМИ, обвинение ему предъявляется в связи с некогда организованным им сайтом «Устав.нет». В суде Устинов пытался доказать, что не имел отношения к этому сайту в последнее время. Сайт «Домен Устав.нет» был продан вместе с ООО, который принадлежал Ивану Бесценному. Это и есть мои показания, и это можно легко проверить через регулу. Далее, технического доступа непосредственно к своему сайту, чтобы вот так что-то зайти, напечатать, снять. Меня не было до того момента, пока Иван Бесценный не начал сам меня шантажировать. Тем, что испортит отношения со мной, точнее меня с моими клиентами, начав научить моих клиентов и так далее на сайте «Устав.нет». В связи с чем, потребовал купить у него сайт сначала за 300 тысяч рублей, потом упустилось за 150. И сделка о купле-продаже «Домен» состоялась вот буквально недавно, и я его приобрел в него. А его отношения к самому за Винпром что-то у него было, я понятия не имею. Об Иване Бесценном пишет агентство «Урару». Уроженец Кургана, закончил Уральский госуниверситет и Уральский юридический университет, журналист писал статьи для СМИ, принадлежащих Устинову. И по мнению матери Ивана, был подставлен Устиновым, который платил ему за работу копейки. По некоторым данным, Бесценный был также задержан правоохранителями во время поездки в Тюмень и дал согласие на сотрудничество со следствием. Это косвенно подтвердил и сам Устинов. Я не считаю, что это политическое дело, я считаю, что Ваня бесценный идиот, которого заплатали следователи, которые ко мне приходили, тоже просили различные вещи. По словам Устинова, с ним следователи пытались работать иначе, подсадив к нему в камеру уголовника, старавшегося вывести его на откровенный разговор. В камере, куда меня сначала завели, был мужчина, представился крутым авторитетом. Но это я сейчас объясню, в чем смысл. Я когда сел, он начал меня все выведывать. Просто это называется такой термин, я не знаю, как называется, наседка. То есть он пытался выведать одно, другое. После этого практически все мои слова оказались у двух граждан. Тоже там есть Исан Саныч, еще какой-то Константин, два следователя. После этого они меня к себе приглашали. Никакой процессуальной нормы, давай рассказывай, что ты там нам наговорил. Но, но, в том-то и дело, что я вообще к этому Вентпрому отношения не имею. Что и на сетке я об этом сообщил, и тем двум следователям я об этом сообщу, что никакого отношения к Вентпрому, и тем более того, чтобы брать с ним деньги, я не имею. Если адвокату Устинова не удастся добиться пересмотреть решение суда об аресте своего подопечного, в СИЗО ему придется оставаться до 25 января. И как сегодня сообщил адвокат второго фигуранта этого дела, Ивана Бесценного, его подзащитный, а также программист, обеспечивавший работу медиаресурсов Устинова, Антон Старк, до этого остававшийся на свободе, также были арестованы и помещены в СИЗО. Продолжение следует...